Что мы можем сказать про обратную итерацию и про вот эту часть судьбы, которая написана здесь влево. Так выглядят точки, у которых в судьбе на минус первой позиции стоит 0. Что значит, что на минус первой позиции стоит 0? Это означает, что когда мы подействуем обратным отображением, мы хотим попасть в А0. То есть это означает, что это ровно те точки, которые... Ну давайте посмотрим еще на вот эту картинку. Я даже ее перенесу. Задаем такой вопрос. Где находились в прошлом, на одну итерацию в прошлом? Где находятся сейчас точки, которые на одну итерацию в прошлом находились вот в этой полосе? Если я обсуждал, что омега минус первая равняется 0, то это означает, что f в минус первой, от точки P, принадлежит А0. Давайте я просто скажу следующее. Я скажу, что если f в минус первой точке P принадлежит А0, то f, вот f в минус первой, принадлежит f от А0. А это означает, что f просто принадлежит образу А0 под действием f. То есть это просто означает, что мы находимся в вот этой полоске, в горизонтальной полоске. Омега минус первой, условие, что омега минус первая равняется 0, нам просто выделяют вот такую горизонтальную полоску. Омега минус первая равняется 1, нам выделяют что? Верхнюю полоску, верхнюю полоску. Опять же, почему так? Потому что что значит, что ω-1 равняется 1? Если вы говорите, я могу повторить то же самое рассуждение, только здесь заменить везде нолики на единички. Но поскольку мы знаем, что образ А1 — это как раз эта верхняя полоска, то это и получается ровно то, что я написал. Значит, вот эта полоска, это ω-1 равняется 0, на самом деле дальше мы можем сказать следующую вещь, что обратное отображение устроено ровно точно так же, как прямое наше отображение под ковы, только ось х и ось у меняются местами. Потому что если мы посмотрим, как бы нам... Ну вот что мы здесь делали? Мы здесь сжимали по вертикали, растягивали по горизонтали. Потом что-то там переставляют. Если мы хотим действовать в обратную сторону, то нам, на самом деле, нужно делать все с точки зрения наоборот. Растянуть то, что мы раньше сжимали, сжать то, что мы раньше растягивали и так далее. Немножко опущу сейчас подробности. Я предложу не то, чтобы мне поверить, а скорее проверить самостоятельно. Это очень полезное упражнение. И я хочу сказать, что если мы фиксируем несколько... Несколько позиций в судьбе в обратном времени, то мы будем получать соответствующие... Абсолютно нарушенным образом. Будем получать соответствующие горизонтальные полоски. Например, вот ту треть, которую я сейчас выделил. И это треть, которая соответствует условию омега минус первого, равняется нулю, и омега минус второго. Я оставлю доказательства этого факта. Аккуратно доказательства этого факта в качестве управления. Единицы? Единицы, конечно, да. Спасибо. Конечно, единицы и единицы. Вы правы. Когда меня учили читать лекции, мне объясняли, что нужно время от времени совершать специальные ошибки, чтобы аудитория не спала, и время от времени лектора на этих ошибках ловила. Я к этому совету прислушался отчасти. Я обнаружил, что делать ошибки специально у меня не получается, зато вместо этого я прекрасно делаю ошибки случайно, которые выполняют ровно ту же самую функцию. Это была одна из таких ошибок, я ее сделал случайно, но спасибо, что вы меня поймали. Хорошо. Смотрите, на самом деле, к чему я клоню? Клоню к следующему, что если мы зафиксируем судьбу, допустим, что так оказалось, что у нас в судьбе нет три точки, вообще нет звезды, что определены все итерации в будущем и все итерации в прошлом. А в этом случае определены все вот эти аминьи. Я хочу сказать, что в этом случае, зная эту судьбу, мы можем однозначно восстановить, какую точку мы рассматриваем. Ну, действительно, потому что мы будем просто выбирать все более и более, например, длинные слова, которые будут наконец возникнуть, слова вперед во времени, и они нам будут кодировать все более и более узкие вертикальные полоски, так как у нас здесь будет. Потом мы можем брать слова, которые идут вот так вот назад во времени, начиная с индус первой позиции. И когда мы это просто зафиксировали, это означает, что мы уже знаем, что наша точка лежит в некоторой узкой горизонтальной полоске. Чем более длинное слово мы рассматриваем, тем более узкими полосками мы имеем дело. А наша точка обязательно оказывается в пересечении каких-то чрезвычайно узких полосок. Это означает, на самом деле, что, поскольку мы эти полоски можем сделать сколь угодно узкими, то это означает, что, на самом деле, мы можем узнать точную координаты нашей точки. Продолжение следует... Продолжение следует...